Салам Астер Макрум Метту от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники Я начинаю свой прямой эфир и хочу сегодня озвучить ряд проблем, которые сейчас остро стоят перед нашей страной И первая тема это все-таки, где же и султан Назарбаев? Дело в том, что многие мне задают вопрос а почему, в частности, я поднимаю эту тему Почему я озвучиваю, казалось бы, тему не относящую, на взгляд, некоторых наших граждан к существованию нашего государства На самом деле они заблуждаются Дело в том, что все события, которые происходят вокруг младшего сына Доригей Назарбаевой они напрямую касаются нашего государства потому что он озвучивает разные факты которые говорят о том, что эта политическая верхушка насквозь прогнила и то состояние экономики, то состояние страны напрямую с этим связано Нашей страной управляют преступные элементы во главе с Нурсултаном Назарбаевым который называет себя Ельбасе ставит себе памятники называет города своим именем аэропорта, улицы и все прочее Это преступная группа, мафиозная и по сути дела внутреннюю ее кухню разоболчал ранее Рахат Алиев зять Нурсултана Назарбаева а теперь об этом говорит уже сын Доригей Назарбаевой и по словам Айсултана его отцом является Нурсултан Назарбаев Я думаю, когда мы разберем эту ситуацию глубоко мы получим себе ответы почему же наша страна находится в таком состоянии почему мы отсталая страна почему наши граждане бесправны и почему нами управляет преступная группа во главе с Нурсултаном Назарбаевым Это очевидно и к сожалению многие граждане наши не понимают они живут своей жизнью они считают, что это там мимо нас можно не обращать внимания а власть в лице Доригей Назарбаевой и его окружение пытается снизить накалы качества того что сейчас озвучено Айсултаном Назарбаевым для чего? для того, чтобы сказать, что да, это просто наркоман просто это больной человек вы его не слушаете потому что когда вы поймете что озвучивает Айсултан Назарбаев тогда вы зададите себе тот самый вопрос а кто же нами управляет кто же представляет наше государство за рубежом кто же управляет нашими ресурсами и вы себе ответите на этот вопрос вы поймете, почему вы нищие и бедные почему в стране разгул преступности почему правоохранительные органы не работают на защиту своих граждан пытают людей в тюрьмах, зонах избивают людей не защищают права и граждан когда они выражают свой протест выходят на митинги они защищают этот мафиозный политический режим именно поэтому в различных средств масс информации выходит версия, что не верьте Айсултану он наркоман находится как раньше говорили политики некие полезные идиоты которые под видом оппозиционеров рассуждают, что Мухтар Аблязов оказывается использует грязные приемы уважаемые друзья а в чем здесь с нашей стороны является грязью мы просто даем площадку информационную чтобы Айсултан Назарбаев мог озвучить то, что его мучает почему он разорвал свои отношения с семьей, с матерью вы же понимаете, что это для него мучительный и трудный шаг очень мучительный разорвать отношения с матерью разорвать отношения с системой лишиться средств существования находиться в состоянии что вот тебя завтра убьют так как было с Рахатом Алиевым вы понимаете, это гигантские жертвы мы можем много негативного говорить в адрес Айсултана, наверное но вы должны понять чтобы решиться на этот поступок человек должен очень много переосмыслить и понять, что он больше с этим не хочет жить он хочет всему этому положить конец и это очень важно поэтому я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь почему он все это говорит и какой для него это трудный шаг это труднейшее решение я уверен, что в нашей стране единицы бы единицы, а может быть почти никто не решился бы на это порвать со своей семьей и вы представляете какие испытания пришлось ему пережить чтобы пойти на такой шаг это мы должны ценить и понимать его искренность и так я даю простую информацию начиная начиная с начала прошлой недели я несколько раз активно разговаривал с Айсултаном и мы разговаривали, конечно, на разные темы я пытался понять почему он это сделал шаг он мне рассказывал о тех или иных историях неких пятнах жизни этой семьи которые для меня в полной мере не были известны но я знал очень много скажем деталей но какие-то детали выпадали и он мне эти детали рассказал я буду озвучивать все эти факты шаг за шагом и вы увидите что на самом деле эта грязная семейка по сути дела привела нашу страну к нищете став при этом сами супермиллиардерами тот же самый Айсултан от всего этого готов отказаться и он отказался и сейчас его жизнь судя по всему находится под угрозой последний раз я с ним разговаривал четверг вечером накануне в среду было заявлено что якобы его разместили психдиспансер что он лишен связи и так далее но в опровержении всего в четверг вечером он вышел ко мне на связь мы обсудили очень много вопросов я ему задал и скоро я все это озвучу в пятницу он должен был сделать следующие шаги но в пятницу он пропал и в субботу вышел на связь с инстаграм написав мне короткий комментарий мы обменялись рядом сообщений но в какой-то момент я почувствовал что его аккаунтом инстаграм управляет какой-то другой человек и потребовал чтобы айсултан прислал голосовое сообщение с этого момента этот аккаунт инстаграм прекратил мне что-либо писать что по сути подтверждает что инстаграм фейсбук и другие каналы связи в социальных сетях находятся под контролем комитета национальной безопасности и поэтому когда меня кто-то спрашивает что айсултан якобы отвечает на вопрос и все прочее не верьте до тех пор пока не появится видео изображение его голосовое сообщение и так далее очевидно что его аккаунтами в инстаграм фейсбуке и других социальных сетях управляет комитет национальной безопасности под контролем Дориги Назарбаевой вы видите сейчас такую активную публичную деятельность Дориги Назарбаевой когда на прошлой неделе все эти события произошли она сделала вид что ничего не произошло но при этом себя окружила охранниками которые не подпустили к ней журналистов и сегодня тоже она там выступила сделала какие-то заявления о том что сенат будет разрабатывать законы защищающие права граждан вопрос Дориги о чем ты говоришь когда тут казахстанец Айсултан Назарбаев не может защитить свои права и он куда-то пропал и ты как второе лицо государства должна была давно выйти и объяснить что же происходит в вашей семье ты должна была дезавуировать если бы ты смогла все эти его слова а вместо этого у тебя по сути пресс-секретарем выходит Альнур Мусаев бывший председатель комитета национальной безопасности который якобы представляется так что нынешний режим его враг и он получается по сути как говорит Айсултан действует в интересах Дориги Назарбаевой и по сути обратите внимание его интервью выходит в казахских СМИ сегодня я видел в эксклюзив его интервью вы можете себе представить чтобы мое интервью вышло в казахских СМИ чтобы какое-то издание решилось взять полноценное интервью от меня нет в Казахстане таких СМИ они сразу будут раздавлены главные редактора будут преследоваться и тут один из генералов возглавлявший КНБ якобы готовящий госпереворот спокойно дает интервью вы понимаете что по сути дела здесь происходит совершенно удивительная ситуация когда сама спикер Сената должна разъяснить эту ситуацию она должна жить в Лондоне должна думать о сыне она рассуждает о защите прав граждан при этом права гражданина Казахстана и Султана Назарпаева уже не защищены и у меня есть безусловно записи разговоров где он подробно рассказывает каким образом мать его лишила средств существования и он просил финансовой поддержки это я все озвучу и покажу и так в связи с тем что очень много разных сообщений идет при том я могу уверенно сказать что это различные каналы информационные контролируемые Тимуром Кулебаевым и Каримом Масимовым я в прошлом эфире говорил что врагов у Дарьи много и они безусловно оправданы почему у нее так много врагов ну ясно что это хромая курица Дарьи должна иметь много врагов человек который детей называла уродами человек совершенно неадекватный человек который участвовал фактически убийстве своего мужа Рахата Алиева заочно с ним развелась стало все его основные богатства перешли в руки Дарьи Назарбаевы и вот тот человек который хочет прийти к власти безусловно вы представляете моральный облик такого человека чтобы у такого человека не было врагов их много их огромное количество конечно та ситуация которая произошла с Айсултаном она очень объективна ее никто не выдумывал никто не манипулировал Айсултаном это объективные обстоятельства то есть эта проблема вызревала годами и она сейчас выстрелила и другой вопрос что это власть которая полностью контролирует султан Назарбаев и его представители не хотят чтобы Дарьи пришла к власти но они исполнители как Такаев как я его называю мебелью но когда представился представился такой случай они конечно дали возможность этой информации распространиться по всей стране миллионные просмотры и вся страна сейчас знает об этом скандале если бы они были заинтересованы я имею ввиду Тимур Кульбаев и Карим Масимов который возглавляет комитет национальной безопасности чтобы эта информация была прикрыта они бы закрыли бы интернет не дали бы никому ничего публиковать все задушили бы как это они ранее демонстрировали поэтому вы понимаете что им эта ситуация выгодная еще в 2006 году Назарбаев разрабатывалась такая конструкция промежуточная которая давала ему определенные гарантии гарантии его семье предполагалось что такая будет президент дорога будет председателем сената а премьер-министром будет Карим Масимов вот представьте себе сейчас очень много распространяется информации что Карим Масимов возвращается будет якобы премьер-министром страны и тогда выстраивается конструкция 2006 года когда у власти президентом Такаев спикером Дарига а премьером Карим Масимов ну и конечно же там председатель комитета национальной безопасности предполагает что будет назначен Самад Абишев Абиш племянник Нурсултана Назарбаева вот такая конструкция казалось бы дала бы возможность еще там 30 лет управлять страной но после того как случились события в Узбекистане когда умер Ислам Каримов когда фактически бывший премьер стал президентом и посадил Гульнар Каримов в тюрьму отобрал основные активы у семьи Ислама Каримова то конечно же эта модель уже не очень рабочая тем более что ближайшие его родственники в лице Тимура Кулебаева ненавидят Даригу Назарбаева ее никто не хочет и эта конструкция присутствия Дариги Назарбаева уже не рабочая поэтому существующая группа в лице Кулебаева Масимова они безусловно будут стремиться построить такую систему которая всех устраивает но без Дариги Назарбаевой ну что называется Дарига сама прокололась сама не смогла в этой яростной борьбе выглядеть безупречно на позиции председателя сената страны поэтому вы должны понимать что очень высока вероятность что Назарбаев в итоге откажется от того чтобы продвинуть ее на позицию президента сейчас идет именно такая неявная борьба которую мы должны осознавать это борьба за позицию президента или кто будет контролировать власть люди Тимура Кулебаева или сама Дарига Назарбаева вот собственно контекст вы должны понимать но давайте мы поговорим глубже поговорим глубже все это возня вверху мы ее должны видеть мы должны дать оценку и оценка следующая нами руководят преступники сейчас перед Казахстаном стоят серьезнейшие вызовы вы знаете опасный вирус который распространяется в Китае он сейчас распространяется по всему миру он сопоставим с такими болезнями как чума и оспа когда в середине 15 века и ранее фактически половины планеты погибло от такого от такой болезни и наша страна все время будет находиться в состоянии вызовов мир динамично развивается ведущие страны мира далеко уходят вперед наша страна все уходит вниз вниз мы остались сырьевой страной более того я сегодня иронизировал что наша страна не может даже бороться со снегом не говоря о том что с этим вирусом опасным вирусом из Китая мы отсталая страна мы ничего не производим я хочу вам напомнить что был период когда казахское государство много раз теряло свою независимость когда были было одно государство потом оно было поделено на три джуза и каждый раз нас делили разные страны громили были джунгари был Китай был Россия был Советский Союз и это все время было связано с тем что мы как государство были слабые а почему были слабые потому что граждане страны не участвовали в управлении страной потому что эта политическая верхушка только думала о собственном обогащении они думали о том чтобы построить крутое государство сильное во всех отношениях в первую очередь экономически очень сильное государство свободное и тогда безусловно у такого государства есть и военная мощь сейчас перед всеми странами мира существуют различные вызовы эти вызовы мы можем всегда победить соответствовать этим вызовам если мы будем образованной нацией сильной экономически сильной свободной нации способной защитить не только себя но и свою страну а если это граждане страны по сути рабы которые не интересуются политикой говоря что мы не интересуемся политикой она должна быть где-то там в стороне я не занимаюсь политикой и тогда пусть эти граждане удивляются что медицина у нас ужасающая что они платят деньги за образование что у нас разрушены дороги мы завтра не сможем победить этот китайский вирус потому что у нас система здравоохранения даже не обнаружит этот вирус а даже если обнаружит они не смогут его от него защитить защитить нацию вы посмотрите что делают китайцы они за 6 дней строят клинику на тысячу человек за 6 дней у нас даже 6 лет не построят вы понимаете уровень слабости нашего государства а это в первую очередь связано с тем что мы технологически отсталые наша политическая система отсталая она принадлежит одному человеку и они озабочены только тем чтобы грабить и подавлять людей и поэтому уважаемые друзья то что происходит со султаном Назарбаевым это напрямую касается нас всех нашего государства если мы сейчас не возьмем власть в свои руки мы потеряем государственность как это было много раз история именно независимого Казахстана к сожалению короткая да это было в свое время гигантская могущественная империя но именно потому что политическая система была в лице ханов которые все время между собой боролись передали власть по наследству и сам народ не участвовал в управлении государством в конце концов привело к краху нашей государственности это мы все должны осознавать когда кто-то вспоминает Биев ханов говорит что вот раньше было справедливое государство все это ерунда уважаемые друзья потому что слабое государство только слабое государство разрушается сильное государство не может потерять государственность а мы ее всегда теряли мы теряли более половины нации или когда был голодомор или когда нападали джунгары и таких фактов много мы должны четко осознавать что история нам дала возможность иметь государственность стать сильным государством, сильным и независимым, нам природа дала возможность. Мы богатая страна, у нас нефть, газ, металлы, у нас уникальный шанс. При этой силе мы должны стать сильными, в первую очередь, как граждане. И только тогда мы построим сильное государство. Именно поэтому такого рода примеры обнажает насквозь ту политическую систему и ту ситуацию в государстве, которая сейчас сложилась. Именно поэтому мы говорим, что мы должны сменить этот политический строй, отстранить всю политическую верхушку от власти, построить парламентскую республику. Вы знаете, есть озвученные программы демократического выбора Казахстана, программа политических реформ, программа экономических реформ, как будет работать временное правительство в течение полугода, пока мы реально не организуем честные выборы и пока народ не придет к власти. Именно такая модель приведет к тому, что наша страна в кратчайшие сроки сделает мощный экономический рывок и политический в том числе. И поэтому мы объявили 22 февраля масштабный митинг по всей стране. Уважаемые друзья, я призываю вас прийти на этот митинг, прийти участвовать в политической жизни страны, добиться смены политического режима. Я обращаюсь к предприятиям, к работникам сырьевых предприятий. Вас около полутора миллиона человек, которые получают ничтожные деньги, 100-150 тысяч тенге, когда вы должны минимум 400-600 тысяч тенге получать. Я уже много выступал и говорил, что это в конечном счете приведет к тому, что бюджет страны пополнится налогами и это приведет к увеличению минимум двукратных заработных плат. Учителей, врачей резко поднимутся пенсии, у государства будет мощнейшие ресурсы, что минимум около 30 миллиардов долларов эта политическая верхушка крадет у нас. Вы видите, у них никаких ориентиров нет в жизни, кроме как самим богатеть и разваливать страну. И поэтому пришло время отдать свой голос за свободу и независимость нашей страны. Мы должны добиться перемен, если мы будем ждать, что кто-то за вас что-то сделает. Если вы будете бояться за свою работу, за свою жизнь и так далее, просто бояться, ситуация не изменится, она будет из года в год ухудшаться. Мы не справимся с теми вызовами, которые стоят перед нашей страной. Поэтому, уважаемые друзья, 22 февраля я призываю вас на митинг и добиться смены этого гнилого политического режима. Алга, Казахстан.